С 1 сентября образовательные учреждения Калмыкии начнут работать в обычном режиме, но этап ограничительных мер продлен до 6 сентября включительно. Соответствующий указ, основанный на рекомендациях Роспотребнадзора, подписал глава Республики Батухасиков. Работу возобновят учреждения среднего и среднепрофессионального образования, а вот детские сады и организации дополнительного образования пока под запретом. Разрешена лишь работа дежурных групп численностью до 10 человек. Что касается торжественной линейки, то она состоится. Как и во всей России, вопрос о лисообразности проведения линейок остается открытым. В любом случае дети не должны остаться без праздника, отметил Батухасиков. «Предоставляем школам возможность провести торжественные линейки, но только для первых и одиннадцатых классов и с учетом всех эпидемиологических предписаний. Отмечу, у нас все готово для организации учебного процесса не только в традиционном очном, но и в дистанционном форматах. При необходимости мы сможем гибко комбинировать разные варианты, исходя из ситуации. Понимаю, сколько сейчас вопросов у родителей. Нашим правительствам проведена большая работа по подготовке к учебному году в новых условиях. Результаты этой работы, то, как будет организован учебный процесс, должны быть доступны и понятны всем. Поручил Минобру в течение следующей недели провести открытые диалоги с родителями и учителями, ответить на их вопросы, сказал глава Калмыкии. Необходимо отметить, что в регионе по-прежнему действует ряд ограничений, в том числе соблюдение масочного режима социальной дистанции в общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, на заседании оперативного штаба было принято решение об увеличении мер ответственности руководителей организации за несоблюдение санитарно-эпидемиологических предписаний. Теперь в отношении тех, кто допустил возникновение крупных очагов заболевания и заражения на рабочем месте, будут применяться дополнительные санкции. 26 августа в 15 часов состоится прямой эфир с заместителем министра образования и науки Германом Санджарыковым. Он даст четкие пояснения по работе образовательных организаций в новом учебном году. Свои вопросы можно направить на электронную почту Минобра и на официальной странице профильного ведомства в соцсетях. За минувшие сутки в Калмыкии заболевших коронавирусом стало на 9 человек больше, а выздоровела 8. Всего же с начала пандемии в республике зарегистрировано 3784 случаев заражения. На сегодняшний день в тяжелом состоянии 12 человек, из них 8 на ИВЛ. Госпитализировано в инфекционной больнице 378 пациентов. В режиме домашней изоляции 1981 человек. Калмыцкая делегация представила Южный военный округ на 6-м международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Выставка, где представлены новейшая и перспективная военная техника и передовые технологии, в 2020 году стало первым мероприятием международного уровня в сфере обороны. В мероприятии принимает участие более 90 делегаций из различных стран мира. В церемонии открытия принял участие глава Калмыки Батухасиков. Собравшихся поприветствовал президент страны Владимир Путин. Он отметил, что в дни форума и игр военнослужащие проверяют себя на готовность проходить серьезные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях. На импровизированных площадках субъекты России представили свой национальный колорит. Особое внимание гостей форума привлекла калмыцкая кибитка с внутренним убранством, горловое пение дженгарчи Владимира Коруева, изюминка калмыцкой кухни Кюр, а также старокалмыцкая письменность Тодо Бичик. И, конечно же, никого не оставили равнодушными зажигательные танцы в исполнении артистов ансамбля «Тюльпан». По словам Батухасикова, участие в таком масштабном ярком событии – почетная миссия. К тому же, по мнению руководителя республики, вооруженные силы России могут быть представлены и на нашей территории. Более того, учитывая наш потенциал в производстве и переработке сельхозпродукции, мы вполне можем обеспечить ее поставку для военных нужд. Первые шаги к этому уже сделаны. Рад, что в таком масштабном и грандиозном мероприятии приняла участие наша молодежь – воспитанники регионального отделения юно-армии. Уверен, для них это одно из самых ярких впечатлений, впрочем, как и для взрослых. В будущем им предстоит защищать родину в гражданской или военной должности. Пусть все увиденное сегодня укрепит их в стремлении и желании служить родине, подчеркнул глава Калмыкии. Сами ребята говорят, что для них этот форум стал незабываемым моментом в жизни. Сам форум удивил меня. Тут много различной техники, тут много национальностей, тут много блюд, тут много всего интересного. На этом форуме я увидел много новейших танков и с нетерпением сейчас ждем открытия танкового биатлона. На этом форуме для нас предоставлено много игр, таких как стрельба. Я успела пострелять с РПГ, РПД, с автоматов и разных пистолетов. За эту возможность хотелось бы поблагодарить главу Калмыкии Бату Сергеевича Хасикова. Слышать людей и понимать проблемы страны – главная задача любого управленца, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Как было озвучено, за три года программа стала кузницей управленческих кадров. Сегодня ее выпускники востребованы на всех уровнях власти. Среди них руководители 29 регионов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Госдумы, мэры крупных городов. Причем нередко назначения на такие высокие ответственные должности происходят или происходили прямо в процессе обучения. Хочу особо подчеркнуть, главное для любого управленца – это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан. И государственная служба, она и называется служба, потому что это что такое? Это служение. Служение в данном случае гражданам России. Программа реализуется с 2017 года. Цель – подготовка специалистов для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. За три года в составе трех образовательных потоков обучения прошли 224 слушателя. Дипломные работы выпускников кадрового управленческого резерва оценивают профессионалы. Это руководители высшей школы государственного управления, а также действующие губернаторы российских регионов. В их числе глава Калмыкии Бату Хасиков. Например, в июле текущего года Хасиков в режиме онлайн принял участие в заседании аттестационной комиссии по оценке проектов. В очном формате республику представлял заместитель председателя правительства Калмыкии, постоянный представитель Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации Сангаджи Тарбаев. Обучение конкурсантов проходило в модульном формате и последний этап включал разработку предложений по решению наиболее острых проблем в восьми регионах России. В частности, одна проектная группа была закреплена за Калмыкии. Вместе с Министерством экономического развития и торговли во главе с Дмитрием Троицким она изучала инвестиционный потенциал республики и разработала рекомендации по его повышению. Накануне Бату Хасиков выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Глава Калмыкии рассказал о своем личном жизненном пути и посоветовал слушателям верить в себя и в свое дело. Одним из факторов успеха, по мнению Хасикова, является умение взаимодействовать с другими и видеть проблему. Он отметил, что за год его руководства в Калмыкии удалось выстроить командную работу и организовать открытое общение в правительстве региона. В данном случае я сейчас говорю как представитель органов исполнительной власти, ну и, наверное, все-таки как человек, который искренне бьется или трудится во благо того, чтобы жизнь, например, в моем регионе, в Калмыкии, жизнь людей простых была лучше и регион был более благополучный. Я считаю, что один из ключевых факторов — это умение взаимодействовать, это умение коммуницировать, это умение прозрачно ставить ту или иную проблему. И хочу с гордостью сказать, что несмотря на то, что я у себя в регионе работаю около года, тем не менее мы смогли выстроить такую командную работу. Отвечая на вопросы слушателей, руководитель республики рассказал о возможностях и проблемах степного региона. Регион в большинстве своем аграрный и одновременно самый засушливый, необходимо рожать землю. Поэтому одной из ключевых проблем является обеспечение водой. Руководитель республики отметил, что план действий есть и уже реализуется, но больше всего участников форума интересовало развитие спорта как одного из элементов молодежной политики. Как по чешкум Хасиков, согласно указу президента страны, перед Россией стоит задача обеспечить, чтобы более 55% граждан России занимались спортом к 2024 году. Спорт, он формирует в молодых людях дух победителя. Не обязательно для этого становиться какими-то великими чемпионами, достаточно просто научиться преодолевать себя. Самое лучшее время для того, чтобы вот это формировать, это, естественно, молодой возраст. Нужно это всячески развивать. В моей судьбе большую роль сыграл мой первый тренер Александр Викторович Алымов. Он тоже живет и здравствует. Он большой мастер, мастер каратэки у Кушенкай. Вот мне повезло с тренером. Уникальный человек. Это важно все. Тренд продолжается и надо всячески его поддерживать. С собственным примером. Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. В последние годы представители Калмыкии активнее участвуют в подобных мероприятиях. Среди них есть победители грантовых конкурсов, которые уже реализовали свои проекты в республике. В этом году в рамках форума «Территория смыслов» студентки Калмыцкого госуниверситета Вера Леджиева и Марина Чуйкова выиграли гранты в размере 128 и 570 тысяч рублей. В этой связи глава Калмыкии выразил уверенность, что количество федеральных площадок, где наш регион будет достойно представлен, будет расти и в дальнейшем, что наилучшим образом влияет на формирование имиджа республики и повышение узнаваемости региона. Сегодня в Калмыцком госуниверситете прошел основной этап зачисления абитуриентов. На 1205 бюджетных мест было подано более 5,5 тысяч заявлений. Средний конкурс составил 5 человек на место. 494 абитуриента были зачислены на бюджетные места. На факультет среднего профессионального образования поступили более 200 человек. Из них 80 – на бюджетную форму обучения. Сегодня я узнала, что я поступила в Калмыцкий государственный университет. И мои эмоции не описать словами, потому что я очень рада, что именно в этом университете мне предстоит учиться именно все эти четыре года. И что мне выпала такая возможность пройти на бюджетную основу на Институт китайской филологии. Вуз развивается, является опорным вузом в нашем федеральном округе. Ну и то, что сам я как родитель, я тоже в далеком 95-м году был выпускником Калмыцкого университета, математического факультета. Поэтому посоветовал сыну все-таки начать свое высшее образование в стенах родного университета. Ректор поблагодарил приемную комиссию и деканов за работу и назвал прошедшую приемную кампанию в условиях пандемии коронавируса настоящим испытанием. Наш Калмыцкий университет поверили, доверяют родители нашему университету. Это представители из 19 субъектов Российской Федерации. Причем география, она обширная. Это и Кировская область, это и Арунбургская область, это и Калужская область, это и город Москва, Магаданская область, Иркутская область. Уж не говоря о наших соседях, которые находятся рядом с нами. Поэтому это очень показательно. Из 19 субъектов, поданных документами на предмет соответствия, они сегодня будут зачислены, станут студентами и пополнят число студентов нашего Калмыцкого государственного или ряды студентов Калмыцкого государственного университета. Что немаловажно, несмотря на закрытые границы, но учитывая дистанционные технологии подачи документов и сдачи экзамена в том числе, нашими студентами стали представители из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Калмыкия отметила День государственного флага. 22 июня на пагоде 7 дней юноармейцы по традиции пронесли на площади полотнище российского флага. В степной столице и в районах республики волонтеры раздавали флажки и ленточки с триколором. Также в рамках патриотической акции был организован мотопробег до одинокого тополя. Стоит отметить, что праздничные мероприятия прошли во всех регионах страны, но из-за эпидемиологической ситуации формат празднования был значительно изменен. Поздравил жители Калмыкии глава Республики Батухасиков. Поздравление говорится. Сегодня ровно 26 лет с того момента, как в нашей стране был официально установлен этот важный и значимый праздник, который наполняет наши сердца чувством гордости за свою великую страну. Национальный флаг является одним из главных символов нашего Отечества, его достоянием и гордостью. В нем отражается мощь, величие и независимость нашей державы. Сегодня мы живем в современной России, устремленной в будущее, утверждающей свой авторитет в новых сферах жизни. Под флагом Родины подписываются важнейшие мировые документы, наши солдаты и офицеры совершают героические подвиги, спортсмены одерживают триумфальные победы. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за нашу державу, а флаг России развивается над счастливой и великой страной. Конец цитаты. На прошедших выходных калмутский боксер Чингис Натыров одержал уверенную победу в своем первом профессиональном бою в Казани. Пятикратный чемпион ЮФО среди взрослых, пятикратный чемпион России среди студентов, бронзовый призер чемпионата мира по боксу, неоднократный победитель и призер международных и всероссийских соревнований в очередной раз показал свое мастерство. Чингис досрочно завершил схватку техническим нокаутом в поединке с соперником из Рязанской области Юрием Сирым. Техническим нокаутом победу одержал боец Красного Угла Чингис Натырова. С победой калмыцкого спортсмена поздравил глава калмыки Батухасиков. Поздравляю нашего земляка с победой над достойным соперником. Чингис стал еще одним наглядным примером того, как сила духа, воля и характер, помноженные на бесконечный труд, приносят желаемый результат. Так держать. Руководитель Республики выразил надежду, что эта победа станет отличным трамплином в профессиональной карьере нашего замечательного боксера и пожелал спортсмену неоссякаемой мотивации, крепкого здоровья, энергии для достижения новых высот в большом спорте. Помню свой первый профессиональный бой и, как никто другой, понимаю, насколько этот бой особенный для него, отметил руководитель Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова